Добрый день. Мы сегодня поговорим о предприятии «Хеливерт», которое стоит сравнительно недавно на Люберецкой земле и с 1947 года пропитано духом авиастроения. Есть ли преемственность традиции русского авиастроения у современного российско-итальянского завода? Да, вы правы. Наше предприятие «Акционерное общество «Хеливерт» расположено на территории национального центра вертолетостроения. Это находится в поселке Томилино. И для нас, конечно, большая честь находиться рядом с такими всемирно известными вертолетостроительными компаниями, как конструкторское бюро «Миля» и конструкторское бюро «Камов». А в каком году началось строительство заводского комплекса и было ли что-то интересное во время строительства? В июне 2010 году, кстати, это было 22 июня 2010 году, у нас была проведена торжественная церемония закладки капсулы, начало строительства нашего сборочного комплекса. И вот в память о тех событиях я сегодня привез, значит, показать эту капсулу, которая была заложена как в память о начале строительства сборочного комплекса. И вот такие вот, значит, памятные плакетки были вручены всем участникам того мероприятия, которые были свидетелями этой церемонии. Начало строительства нашего предприятия началось 1 сентября в 2010 году. И буквально через какое-то очень короткое время мы узнали о том, что в том месте, где мы начали строительство, находится достаточно интересное место. Это, скажем так, еще в начале прошлого века там было расположено какое-то предприятие, которое, значит, до настоящего времени сейчас открыто. Проеведы местные изучают, и мы надеемся, что в скором времени мы узнаем, что же там было за предприятие и с чем мы там столкнулись. То есть есть некая тайна, да, которую мы должны все вместе разгадать. Да, совершенно верно. Очень хорошо. А что обозначает само название «Хеливерт» и связано ли это название как-то с деятельностью самого предприятия? Ну, «Хеливерт» — это слово состоит из двух слов. Первое слово — это слог достаточно известного английского выражения «хеликоптер» и итальянского «элиттора», а второе — это «верт». Поэтому, соединив два слова, значит, мы получили вот такое название «хеливерт», что означает «хеливерт». И что производит завод? Наше предприятие производит вертолет «Агусто-Весна-139», который, двухдвигательный вертолет, который относится к категории вертолета среднего класса со взлетным весом 6-7 тонн и способен перевозить до 15 пассажиров. Вертолет является многофункциональным, всепогодным и используется для различных целей, как перевозка пассажиров, как аварийно-спасательные, противопожарный вариант, ну и так далее. Очень интересно. Сколько сотрудников сейчас работает на предприятии и каким образованием должен владеть данный сотрудник, чтобы поступить на работу к вам? В настоящее время на нашем предприятии работает 93 человека. Как правило, это люди, все имеющие средне-специальное, высшее специальное образование и имеющие опыт работы в области авиастроения. А какие востребованы сегодня на предприятии сотрудники? Какие специалисты? Принимая во внимание, что идет расширение компетенции нашего предприятия, то одна из задач, конечно, это подбор новых кадров, которые бы отвечали требованиям нашего предприятия. И в первую очередь, конечно, это касается технических специальностей. Техники по планеру, по двигателям, техники по авиационному или электронному оборудованию. Есть ли какая-то программа обучения сотрудников на предприятии? Все-таки это российско-итальянское производство, специфическое, можно так сказать. В России обучаете, в Италии обучаете? Да, конечно. Дело все в том, что для того, чтобы производить авиационную технику, в том числе вертолет Агуст ВС-139, необходимо, чтобы человек имел разрешение, соответствующее и уровень образования, компетенции для того, чтобы можно было работать в данном случае на нашем предприятии. И поэтому основной задачей, которая является при приеме на работу новых сотрудников, это мы их направляем в Академию Марчетти. Это в Италии, для того, чтобы мы там прошли определенный курс теоретический и краткосрочный практический курс. По завершении обучения в Академии Марчетти люди получают сертификат разработчика и производителя, в данном случае этого итальянского вертолета, и имеют право работать у нас на предприятии. Ранее эта компания имела название «Агуст Весленд». А предприятие проводит какую-то диагностику оборудования или вот только производит и отправляет по заказам? В соответствии с авиационными правилами, с авиационными требованиями, мы являемся как бы серийным предприятием, и при необходимости получения новых комплектующих изделий, как на всех наших отечественных предприятиях, у нас есть так называемый входной контроль, управление качеством. И поэтому все компоненты, агрегаты, которые мы получаем для производства, проходят сначала у нас этот анализ, входной контроль, и после заключения наших специалистов данное авиаимущество уже используется при производстве. Александр Алексеевич, пока мы с вами вели диалог, поступил вопрос от наших жителей, тоже зовут Александр, спрашивает, говорит, добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность устроиться на ваше предприятие? Ответьте, пожалуйста. Во-первых, спасибо, что нас сейчас люди смотрят. Значит, дело все в том, что возможности есть, естественно, возможности есть, но у нас существует ряд требований, которые, так сказать, необходимы, чтобы кандидат отвечал ему. Ну, может быть, озвучите тогда требования эти? Значит, ну, во-первых, одно из основных требований, это у человека должно быть, как я уже говорил в начале своего монолога, это специальное авиационное образование. Вот, если человек планирует работать на технической должности, если на инженерно-техническую должность, то должно быть высшее авиационное образование. И, конечно, знание иностранного языка английского. Хорошо, давайте вернемся все-таки к итальянским и русским специалистам. Все-таки происходит некое взаимоотношение, и как люди между собой ладят, как они выстраивают и находят общий язык, вот немножко подробно об этом расскажите. Интересный вопрос. Скажу вам так, что когда мы начинали свою деятельность, это было в 2012 году, у нас на предприятии работало где-то чуть больше 30 итальянских коллег. Естественно, люди приехали к нам в Россию, они прекрасно знают свой родной язык итальянский, знают английский язык, вот, но им необходимо было иметь прямой контакт, то есть общаться, ежедневно общаться по много часов с нашими соотечественниками, у которых тоже был разный уровень знания иностранного языка, вот. Ну, естественно, это общение, оно было на разных языках. Есть такой международный язык, я его называю язык жестов. Так вот, было очень интересно наблюдать, как первое время, значит, наши специалисты, представители России общались с итальянскими коллегами, вот, это было очень интересно наблюдать, забавно наблюдать. Но самое интересное другое, что месяца через 3-4 мы с Антонио обратили внимание, что итальянские специалисты, говорят, начали уже на русском языке, а наши российские специалисты стали уже разговаривать и на итальянском, и на английском языке. И вот это было очень интересно наблюдать, и вы знаете, наверное, вот это вот является главным, что вот люди нашли решение этой проблемы через язык жестов, они нашли контакт и, в общем-то, стали общаться. Ну что ж, это очень интересно, я думаю, что мы продолжим. Еще один вопрос поступил, мы прежде чем будем свои вопросы задавать, все-таки уделим внимание зрителям. Денис спрашивает, какая самая острая проблема сейчас с вертолетной отраслью в России, есть ли пути ее решения? Ну, вы понимаете, вопрос достаточно интересный, и достаточно, учитывая ограниченное время, так вот коротко не ответить. Конечно, авиация, как и все направления, скажем так, машиностроения, не стоит на месте, развивается. Поэтому, конечно, основной задачей, в частности, в области строения, конкретно в области вертолета строения, сегодня стоит это, прежде всего, это безопасность воздушных судов, вот, это скорость и, конечно, это надежность. Поэтому сегодня все мировые вертолетостроительные компании, они работают как раз над решением данной задачи. Очень хорошо. Ну, теперь я хочу обратиться к Антонио. Нравится ли итальянцам в России? Я думаю, что да, в России есть достаточно большой итальянский коллектив, я думаю, что наша общая культура, русская и итальянская, они хорошо подходят. А как итальянцы оценивают уровень подготовки наших вертолетостроителей? Итальянские оценивают очень хорошо положительную энергетику, которую мы здесь нашли. Как Александр Десевич сказал, у нас коллектив молодой, поэтому мы не требовали очень большая практическая подготовка. Но, что очень интересно, здесь у людей очень большое желание было учить, как строить вертолеты. И они уже очень прилично, хорошо уже знают. А есть ли какие-то наблюдения за русскими, какие-то забавные для вас истории? Можете что-то вспомнить за время своей работы здесь? Что вас поразило? Я повторяю, самое большое впечатление было, я могу сравнить впечатление на работе, как впечатление на первой встрече с большим городом, на первой встрече с страной. Положительная энергетика. Видно, что здесь есть надежда на будущее, люди вяжут его жизнь под развитие, и то же самое у нас на предприятии. То есть люди активные, и это нравится, да? То есть положительные, активные, доброжелательные. Это база для производства, должно быть желание и надежда на будущее. Ну что ж, это очень интересно, я думаю, что мы продолжим, и сейчас мы вынуждены уйти на рекламную паузу, и продолжим потом разговор. Я напоминаю, что это программа «Открытый диалог», и у нас в гостях генеральный директор акционерного общества «Хеливерт» Александр Алексеевич Кузнецов и заместитель генерального директора Антонио Ди Дженаро. Теперь у меня вопрос к обоим. Александр Алексеевич, расскажите, вот я знаю, что вы были слесарем, сборщиком, инженером, а что в итоге-то привело именно к вертолету строению вас? Ну, вы знаете, скажем так, что я после окончания средней школы попытался поступить в авиационно-техническое училище, но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Тогда был колоссальный вообще отбор в авиационно-техническое училище. И я был вынужден пойти работать на авиационное предприятие, так как существовало тогда такие правила, что человек, который работает на авиационном предприятии, через год имел возможность поступать в то же самое, допустим, учебное заведение, но уже вне конкурса. Так вот, я работал на Внуковском авиоремонтном заводе, и после работы, повторно, значит, поступал в училище, был зачислен, был курсантом. После училища, значит, я поступил в Московский институт инженеров горожанской авиации, который закончил. И, в общем, это всю жизнь я был связан с авиацией. Но на определенном этапе времени, значит, я понял, что меня интересует вот особенно эта область вертолетостроения. Потому что, во-первых, у нас, как я уже говорил, и Советский Союз, и Россия, они всегда были крупной авиационной державой. У нас великолепная авиационная школа, исторически сложившаяся. И поэтому мне было интересно попытаться, значит, себя посмотреть, как я бы справился с теми или иными задачами, именно конкретно на производстве, на авиационном. Вот как-то так. А что привело к вертолетостроению? Я всегда был в авиации. Я сам по образованию инженер и финансист. Прямо после университета я начал работать в самолетном строении. И потом жизнь и бизнес мне привел на вертолет, который, могу сказать, это более интересное, чем самолет. Очень хорошо. Тут еще, скажем так, вопрос-предложение поступил от зрителя. Кирилл Андреевич пишет. Здравствуйте. Предоставьте, пожалуйста, слово итальянскому коллеге. Очень интересная его оценка, перспектив развития вертолетастроения в России, а также сильные и слабые стороны организации производства по сравнению с заводами в других странах. Подобными заводами. Ну, сильные, точно, очень большие компетенции в проектирующих. Это точно. Это здесь? Да, 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 здесь. И, наверное, слабее, что происходит после продажи обслуживания. Нужно увеличить комплекс систем. А вы обслуживаете так же вертолеты? Конечно, мы обслуживаем. Это наше второе большое направление бизнеса. Расскажите, как выстроена работа на предприятии, сколько смен, одна, две, может, еще и востребованность такого количества работы часов на предприятии? Ну, мы работаем, в общем-то, в соответствии со всеми нормативно-правными актами и законами Российской Федерации. Вот, соответственно, у нас рабочий день начинается у, значит, технического, рабочего технического состава, это 8 часов, у инженера технического 9 часов. Работаем мы в одну смену, но при необходимости у нас, естественно, есть такие моменты, такие примеры, когда мы вынуждены, чтобы работать и в вечернее время после работы, и в выходные дни, и в праздничные дни. Поэтому все зависит от производственных задач, которые перед нами стоят. Мы знаем, что сейчас выпускники завершают школы, и они будут поступать. Если выпускник захочет поступить именно когда-то, попасть работать на Ваше предприятие, в какое образовательное учреждение он должен сейчас поступить, там, после 9-го класса, после 11-го класса, чтобы иметь такую перспективу работать на Хеливерт? Ну, конечно, если молодые люди имеют интерес к авиастроению, любят авиацию, вот, это, конечно, очень похвально, и я бы посоветовал бы молодым людям для начала определиться с теми уровнями компетенции, которые они хотели бы иметь. Если это технический уровень, то для начала хотя бы нужно закончить авиационный колледж. Если люди хотят занимать инженерно-технический состав, руководящий состав быть, то надо иметь, конечно, высшее образование. Ну, какие-то можете назвать учреждения образовательные для поступления высшего образования? Ну, традиционно, значит, мы даем предпочтение наиболее известным у нас в России двум вузам, это Московский государственный технический университет гражданской авиации и Московский авиационный институт. А с какими странами сотрудничает предприятие на сегодняшний день? Ну, может быть, и сотрудничало. Вертолет Augusto West 139, который производит наше предприятие, это вертолет, который оснащен различными агрегатами, компонентами различных разработчиков-производителей из различных стран. Например, двигатели, которые устанавливаются на нашем вертолете, аппараты Уитни, это канадская компания. Гидравлика, которую мы используем на вертолете, это устанавливается, значит, это немецкая компания Липхер. Значит, Avionica, это американская компания Honeywell, вот, и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы нам поддерживать бесперебойную эксплуатацию наших вертолетов, вот то, что сказал мой коллега Антонио, надлежащее предприятие продажное обслуживание, конечно, мы работаем с этими разработчиками, производителями достаточно тесно. А кто основными заказчиками является? Основными заказчиками нашей продукции являются, скажем так, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, коммерческие компании. Ну, то есть, это только Россия или еще какие-то страны? Нет, это также страны СНГ. Хорошо. Ну, на ваш взгляд, Антонио, к вам обращаюсь, что объединяет людей на предприятии? Желание получить хороший результат. Если договорил, я пользуюсь этой метафорой, говорят, что сын, родители, разная национальность, они получаются очень красивые. И так наши продукты, наши вертолеты получаются очень красивые, потому что объединяют... Любовь к авиации. Любовь к авиации. И, например, да, наверное, итальянцы неизвестны, они приносят творчество, но русские приносят очень большое доверие и сильный коллектив. Это очень помогает на развитие бизнеса. Александр Алексеевич, прежде чем продолжить нашу беседу, к нам поступил еще один вопрос от телезрителей. Он не совсем обыкновенный, но все-таки я его вам задам. Леонид Сергеевич пишет, здравствуйте. Почему такая великая вертолетная держава, как Россия, не может сконструировать подобный вертолет, а строит итальянские вертолеты? Ну, вопрос действительно интересный, но я не могу согласиться с телезрителем, уважаемым Леонидом Сергеевичем, что мы не можем построить. Дело все в том, что у нас достаточно большое количество различных типов вертолетов, которые используются для решения различных задач. Один из наиболее востребованных вертолетов – это вертолет Ми-8, наверняка, который все о нем знают. Это наш легендарный вертолет. В экспортном исполнении он имеет название Ми-17. Другой вопрос, что, как я уже говорил, задачи вертолеты решают разные. Так вот, например, у нас есть один из лучших вертолетов, и единственный в своем роде вертолет в своем классе – это вертолет Ми-26. Считается одним из самых тяжелых вертолетов. У него взлетный вес 20 тонн. Ни одна страна в мире, которая занимается разработкой и производством вертолетовой техники, не может сделать или разработать такой вертолет. Поэтому, если будут поставлены задачи, то и вертолет среднего класса тоже наши вертолетные КБ смогут разработать, освоить. На мой взгляд, мне кажется, что и обмен опытом, и где-то у кого-то посмотреть, что лучше, и примените на своем производстве – это тоже, наверное, хорошо. Конечно. Не просто так замкнуться в своем пространстве и производить только то, что мы можем мы сами производить. Вы правы, абсолютно. Спасибо. Приходилось ли вам прощаться с людьми, которых вы сами когда-то принимали на работу? И если приходилось, то по какой причине, если это уместно ответить? Скажу так, что у нас был в свое время такой период достаточно интенсивного приема на работу людей на разные позиции. В том числе на позиции инженерно-технического состава. И, в общем-то, скажем так, достаточно много людей, которые были приняты на работу, они сегодня остались работать и работают с большим удовлетворением, удовольствием. И мы довольны этими людьми. Но, как всегда и бывает всегда в жизни, есть люди, которые начинают пробовать себя на новом месте работы, но по каким-то причинам, значит, их что-то не устраивает. И поэтому они, в общем-то, добровольно, скажем так, покидают коллектив. Ну, то есть, либо это не человек команды, либо, может быть, понял, что это не его стезя от деятельности, сферы деятельности, да? Ну, разные причины. Хорошо. К нам еще один вопрос поступил. Виктория пишет. Здравствуйте. Скажите, а у вас есть где-то выставочные площади в открытом доступе? Можно прийти с ребенком посмотреть? Нет. У нас, к сожалению, нет таких стендов, но я бы хотел просто посоветовать, если человеку интересно посмотреть производство нашей техники, то ежегодно в Москве проходит международная выставка «Хиллераше». В этом году она была вот в мае. За семь лет предприятие наверняка получило какие-то награды. Может быть, сотрудники получали награды. Расскажите, какими наградами уже обладает предприятие? Ну, и в лице сотрудников, конечно, тоже. За то короткое время, которое существует наше предприятие, мы за решение различных задач получили благодарность от главы городского округа Люберцы, это Владимира Петровича Ружицкого. Мы имеем благодарность от Московской областной думы, мы имеем благодарность от руководства государственной компании «Ростех», мы имеем благодарность от нашего основного акционера, это акционерного общества «Вертолеты России». Наши сотрудники неоднократно поощрялись благодарностями, почетными грамотами и нагрудными почетными знаками от имени, опять же, городского округа Люберцы и от Московской областной думы. Поэтому нам есть чем гордиться. Вы, конечно, себя проявляли и их замечали, скажем так. Нам, вы достаточно популярны сегодня, наш диалог, и к нам поступил еще один вопрос, и все интересуются именно по поводу трудоустройства. Дмитрий спрашивает, здравствуйте, знание итальянского языка обязательно для устройства на работу к вам? Оно приветствуется. Но не обязательно, да? Нет, почему оно приветствуется, потому что у нас есть люди, которые владеют несколькими иностранными языками, и если человек знает итальянский язык, и у него хорошие компетенции, почему нет? Ну что ж, Антонио, мы дадим Александру Алексеевичу немножко отдохнуть от диалога и будем общаться с вами. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили связать свою жизнь с Россией? Как тут оказались? Понятно, что это авиастроение вас привело сюда, но тем не менее. С какого года работаете на предприятии? Я связался с Россией абсолютно случайно. Я пришел сюда для один очень, ну, по идее, был очень короткий проект, который был не Холиверт, а был другой. И потом я здесь построил мою жизнь, семью, ребенка. То есть вы здесь обрели свою семью? Все правильно, и был Холиверт с 2013 года. 2013, то есть 4 года вы уже здесь. Да, Холиверт. Хорошо, вот за эти 4 года вы помните, какие люберцы были раньше, вы видите, какие люберцы стали сейчас. Какие изменения вот на ваших глазах произошли и в какую сторону? Я помню. Помню, что в 2013 году это был... Ну, я раньше работал в Москве и живу в Москве. Но самое начало было в 2013 году первое отношение с областью. И, честно говоря, была очень сложная ситуация с инфраструктурой. Полтора часа каждый день я ехал туда, полтора часа обратно. На сегодняшний день ситуация очень прилично изменилась. Я уже 45 минут туда, 45 минут обратно, которое абсолютно нормально в Москве, поэтому доволен. Я вижу, что инфраструктура в районе были очень большие положительные изменения. Антонио, мы вынуждены прерваться на рекламу, и далее мы продолжим свой разговор. В эфире программа «Открытый диалог». И у нас в гостях генеральный директор акционерного общества «Хеливерт» Александр Алексеевич Кузнецов и заместитель генерального директора Антонио Ди Джинару. Александр Алексеевич, к нам опять поступил вопрос, и этот человек нам уже вопрос задавал. Ну, вот я сейчас озвучу. Леонид Сергеевич, позвольте задать еще один вопрос. Ваши вертолеты могут заказать авиакомпании для перевозки обыкновенных людей в трудодоступные районы или они доступны только крупным финансовым компаниям? Спасибо. То есть, я так понимаю, что могут ли не просто компании покупать, но еще, наверное, частные лица вертолета? Могут ли? Доступны ли они по ценовой политике? Дело в том, что, во-первых, как я уже говорил, наш вертолет, он достаточно многофункциональный, и он может перевозить до 15 пассажиров, поэтому с точки зрения использования его как транспортное средство для перевозки обычных пассажиров абсолютно не ограничивается. Это, во-первых. Что касается приобретения его крупными финансовыми компаниями или частными компаниями, абсолютно нет также никаких ограничений. У нас достаточно гибкая система оплаты. При необходимости мы используем и финансовый авиационный лизинг, поэтому, как бы, пожалуйста, никаких ограничений нет. Вертолеты доступны. Да. Хорошо. В России у нас традиционно празднуются новогодние каникулы с 1 по 10 января, ну, по-разному бывает, по 8. У вас наоборот. Как вы ходите из ситуации? Кто работает на предприятии и когда? Мы работаем в России, поэтому мы здесь стараемся соблюдать правильно местную культуру, поэтому наше раздельство придется иногда праздновать на работе. Понятно. А, Александр Алексеевич, вы что-то можете добавить, вот как идет такое разграничение в праздниках? Ведь все-таки тоже, я понимаю, что законодательство российское нужно выполнять именно на нашей территории, но, тем не менее, есть же еще человеческий фактор, да, когда люди хотят уехать к своим семьям и провести это время вместе. Возможно ли им уехать на Рождество на 25 декабря? Ну, во-первых, изначально мы прекрасно понимали, что у нас, скажем так, работает это совместное предприятие, где будут представители, скажем так, в основном, это двух национальностей, это русские и итальянские специалисты, вот, две культуры, две традиции. Но прежде всего, мне надо забывать, что это люди. Это люди, которые, значит, также имеют свои, так сказать, слабости, свои пожелания, желания, вот, потребности. И поэтому, естественно, никаких ограничений с точки зрения выезда на родину мы никогда не препятствовали итальянским специалистам. Более того, все понимая то, что я сказал ранее, мы заранее планировали свой производственный график таким образом, чтобы, грубо говоря, к 21 декабря мы завершали основные производственные задачи, где использовался опыт итальянских специалистов. Поэтому, как правило, наши коллеги из Италии возвращались на родину, чтобы своими семьями и с близкими людьми отмечать праздники Рождество и Новый год. А завод при этом продолжал функционировать абсолютно в нормальном производственном графике. Мы коснулись темы наших национальных праздников. И несколько лет назад, ну, у нас есть, вы знаете, все прекрасно, один из главных праздников для всей нашей страны, это праздник 9 мая, праздник Великой Победы. И вот несколько лет назад ко мне пришли несколько наших итальянских коллег и задали очень интересный вопрос. А что мы за праздник, что вы за праздник отмечаете? Я говорю, подождите, это праздник Великой Победы. В каждой семье, у каждого человека в той или иной степени кто-то погиб, кто-то участвовал в этой страшной Великой Отечественной войне. И погибло больше 27 миллионов советских граждан. И для меня было, во-первых, удивление то, что я увидел, что в их глазах был вопрос и некое смятение. Я говорю, вы меня понимаете, о чем я говорю? На что был ответ следующий. О нас, говорит, в школе, в университете нам говорили, что погибло больше американцев. И вы знаете, я долго с ними достаточно беседовал, много чего им рассказал про основные, скажем так, этапы этой страшной Великой Отечественной войны. Все основные сражения, битва под Москвой, Ленинградская блокада, Сталинградское битство, Курская дуга, битва за Берлин и так далее, я рассказал им все это. И скажу, что мне было приятно услышать от них. Теперь мы будем, мы об этом не знали, но теперь мы, говорит, расскажем своим семьям, своим родственникам о том, что же на самом деле было тогда, в то время, во время Второй мировой войны. Вот это вот очень-очень важный, на мой взгляд, такой эпизод, который тоже, я считаю, является неким таким фундаментом для вот таких вот предприятий. Конечно, это такая тоже некая точка историческая, о которой нужно помнить, знать, и знать историю вообще нашу всемирную, чтобы наши потомки все-таки знали, что происходило именно в те годы. — Ну что ж, давайте продолжим наш диалог. Скажите, а вот итальянцы, которые работали в период запуска предприятия, на сегодняшний день, они испытывают ностальгию? Хотят ли они вернуться? Просят ли об этом? Или, не знаю, вы общаетесь на эту тему? Я могу сказать, что в Италии частично Россия, это пока скрытый мир. Не очень известны люди, я сам, до моего приезда здесь, я не знал, что ожидать. Но в результате, когда здесь, как я сказал раньше, думаю, что наши культуры очень хорошо подходят, и практически все, все сотрудники, которые с нами работали, что по разной причине они уехали, кто возвращает, встретит друзей, которые здесь устроены, кто возвращает, чувствует московскую атмосферу, кто возвращает, потому что это просто ностальгия проводит время здесь. Поэтому, да, могу сказать, что практически у всех ностальгия есть, и она всегда будет. То есть люди очень положительно вспоминают проживание и работу в России, нет негативных каких-то воспоминаний, то есть несмотря на морозы там 30-градусные, да, то есть все равно Россия к себе привлекает внимание. Хорошо, Александр Алексеевич, вот вы наверняка работаете с итальянскими компаньонами, и часто посещаете Италию. На ваш взгляд, работа вот в Италии на подобном предприятии чем-то отличается от работы в России? Есть какие-то вот изюминки, может быть? Хороший вопрос. Дело в том, что надо, наверное, изначально понимать, что чем занимается данное предприятие. Мы занимаемся производством авиационной техники. Авиационная техника, она требует к себе достаточно серьезного внимания и выполнения практически беспрекословно, без каких-либо, так сказать, компромиссных задач и поэтому условий. И поэтому то, что мы делаем здесь на нашей гостеприимной Люберецкой земле, скажу так, это абсолютно идентично то же самое, что делается в Италии и еще на ряде заводов, которые расположены в других странах мира. Скажу только то, что мы выполняем абсолютно в строгом... Мы производим вертолет Агусто Вест на 139 в строгом соответствии с той конструкторской и технологической документацией, которую разработала итальянская компания Леонардо. Поэтому, когда мы приезжаем к нашим коллегам в Италию, естественно, мы смотрим, что у них появилось новое, того, чего у нас нет, и мы достаточно быстро пытаемся это у себя внедрить и освоить. При этом я хочу вам сказать, что на сегодняшний день мы абсолютно отвечаем всем требованиям, как европейской, значит, сертификации, так и российской сертификации. Теперь я хочу поговорить о личном. Хотелось бы ваши какие-то личные и качества, и историю из жизни узнать. Обращаюсь к обоим собеседникам. Александр Алексеевич, в данном случае к вам обращаюсь. С кем вы хотели быть в детстве? Мое детство прошло на те времена, когда мальчишки и девчонки основное время проводили на улице, во дворе. И основными играми для нас, для мальчишек, конечно, это была игра в войну, так как мы часто достаточно видели с экранов телевизоров, читали очень много, было очень много литературы про Великую Отечественную войну. И как-то так вот на этом фоне мне всегда импонировало, были симпатичные люди в форме, то есть военные люди, там, где порядок, дисциплина. И у меня были планы, мне очень хотелось стать почему-то именно военным журналистом, потому что эта работа позволяла общаться с интересными людьми, которые воевали в той Великой Отечественной войне, принимали участие. Мне было очень интересно узнать что-то новое, и, естественно, хотелось об этом рассказать другим людям. Но жизнь сложилась так, как сложилась, и я очень счастлив, то, чем я сейчас занимаюсь. То есть мы с вами могли бы еще стать коллегами. Если бы вы стали журналистом, наверняка бы мы где-то встретились с вами. А вы, Антоний, о кем мечтали быть в детстве? Я тоже проводил детство в небольшом городе, поэтому проводил приятное время играть в мячом по небу. Поэтому я всегда думал, наверное, хочу быть известным спортсменом или космонавтом. Ну, космонавтами мы вообще все в детстве мечтали быть. Это очень хорошо помнится. Хорошо. А чем, Александр Алексеевич, чем вы увлекаетесь в свободное время? Есть ли какие-то хобби? Работа, она занимает, конечно, большую часть в нашей жизни, но все-таки есть какие-то увлечения, хобби, и то, что вы можете посвятить свою жизнь еще каким-то моментам? Ну, конечно, вы правы абсолютно, что большую часть времени мы проводим на работе, но при этом не надо забывать о том, что для того, чтобы, скажем так, работать полноценно, нужно иметь достаточно хорошее и душевное, и физическое состояние. Поэтому, имея возможность, значит, наличие свободного времени, я стараюсь посетить, значит, бассейн. Я люблю плавать. Вот. И когда нахожусь дома, то мне очень нравится почитать, причем я люблю читать, значит, опять же, военные мемуары, вот, литературу, либо смотреть добрые старые советские фильмы наших выдающихся режиссеров, Рязанова, Гайдая, Кулиджанова. Поэтому, наверное, ну и, конечно, находиться с близкими людьми. Вот. Вот это для меня очень такой большой отдых. Ну, получается, да, понемножку хотя бы уделять внимание именно вот каким-то увлечениям вне работы? Стараемся. А вы, Антонио? В последнее время нашел приятность тоже заниматься спортом, который очень помогает убрать стресс после работы. Начал активно делать, что этот город хорошо позволит, что это бегать. В этом городе своими большими парками очень хорошо позволит бегать. Недавно бегал один марафон. Сейчас буду начинать с подготовки на московский марафон. Что же это был за марафон? Который будет конец сентября. Расскажите нам про марафон, это интересно. Да, просто бегать 42 километра. На ваш взгляд, Антонио, что в Москве вам, как итальянцу, не хватает, а вот вам в Италии, как россиянину, не хватает? Что бы можно было дополнить, находясь в другой стране? Солнце. Да, я вас прекрасно понимаю. Солнца у нас в Москве не хватает. Солнца, солнца, солнца не хватает. А вам? Ну, если, Антонио, не хватает солнца, то, я думаю, в Италии не хватает снега, наверное. Мы продолжим эту тему после рекламы. Я напоминаю нашим зрителям, что эта программа «Открытый диалог». И у нас в гостях генеральный директор акционерного общества Хелли Верта Александр Алексеевич Кузнецов и заместитель генерального директора Антонио Ди Джинару. Ну, вот вы помните свое ощущение в детстве, когда вы впервые увидели вертолет? У меня отец всегда меня привез на Авиасальоне. Сейчас не помню точно, в какой возраст, но я с самого начала, я понял, что как-нибудь я буду связаться с авиатехникой. То есть вы полюбили, да, авиации? Да, полюбили. И поэтому я сказал, что я хотел, как много детей, наверное, вид космонавта. Частично ваши мечты сбылись. Да, частично. Вы работаете, у вас работа связана с вертолетами. А у вас, Александр Алексеевич, как ощущение было, скажем так, есть ли первые воспоминания о вертолете? Какие воспоминания с небом связаны? Вот ваши, может, детские какие-то мечты? Ну, вы знаете, мне всегда было интересно посмотреть, скажем так, что видно сверху. Потому что на самолете, как правило, скорость достаточно приличная, высота достаточно приличная. Ну, ты летишь, ты видишь облака. Либо только на взлетном режиме, либо на посадке ты можешь посмотреть, что находится под тобой, то есть увидеть землю. На вертолете, в этом-то и есть его, так сказать, красота, в том, что ты летишь на вертолете, ты можешь видеть все, что находится под тобой. Леса, реки, дома и так далее. Поэтому вот это как-то вот мне очень нравится. И, знаете, наверное, вот это и было тоже одним из таких факторов, который повлиял на мою дальнейшую судьбу. Наши телезрители просто атаковали нас вопросами. И Леонид Сергеевич, который уже ни один вопрос задал и еще хочет задавать. Вот, я думаю, что мы прочитаем его и ответим на вопрос. Скажите, пожалуйста, а не проще покупать вертолеты напрямую у производителя в Италии, чем собирать его в России? И как вы считаете, уровень российской сборки лучше или хуже итальянской? Спасибо. Ну, если позволите, я хотел бы предоставить слово Антонию, потому что он является заместительным генеральным директором по производству. И он как раз отвечает в том числе и за качество производства вертолета. Спасибо, Александр Алексеевич. Мы, как производители под лицензией, производим продукцию качества ниже уровня, чем у производителей в Италии. Это раз, потому что мы отвечаем очень строго на все строгие требования, которые и разработчик в Италии задавал, и что авиационные власти в России сдают. Дополнительно к этому местное производство нам позволит снижение себестоимости в сравнении с производством Запада. Поэтому для местных покупателей есть какие-нибудь финансовые плюсы. То есть, получается, что вертолет, собранный в Италии, будет дороже, чем собранный в России? Или ценовая показатель? Можно сказать, что да. Да. Хорошо. Но вот тут еще спрашивают, уровень российской сборки, он лучше или хуже итальянской? Или все-таки на уровне все? Не хуже. Все одинаково, да? Потому что наша производственная и производственная полицензия, мы должны соблюдать все правила строго, которые находятся в любой заводе в Италии. Дело все в том, что, если позволить, я дополню буквально Антонио, что у нас существует так называемый вопрос качества. И качество наших изделий, в данном случае это вертолетов, оно проверяется не только российскими специалистами, но и итальянскими. А ваш девиз по жизни какой? Идти вперед. Идти только вперед, и победа будет. А ваш, Антонио? Какой вы для себя девиз в жизни выбрали? Очень похоже. Это, я говорю, не один шаг назад. То есть все-таки движение вперед, это, наверное, самое лучшее, что может быть у человека. То есть не останавливаться на достигнутом, не возвращаться назад, а идти вперед, 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 достигать те цели, которые поставили перед собой. Хорошо, давайте поговорим о том, что вот 30 мая к вам на предприятие приезжала делегация Союза промышленников и предпринимателей. И возглавлял эту делегацию наш глава Люберецкого округа Владимир Петрович Ружицкий. Можете рассказать, какое впечатление от посещения этой делегации было у вас? Что там, может, новое узнали? Может быть, с людьми новыми познакомились? Какие-то контакты установились? Что эта делегация у вас в памяти оставила? Ну, во-первых, скажем так, мы впервые увидели, скажем так, наиболее активных, серьезных промышленников Люберецкого округа. И нам было очень отрадно то, что это уважаемые люди, которые, в общем-то, занимаются реальным сектором экономики. Неважно каким, но это реальное производство, это реальные люди. Они приехали к нам на предприятие, и нам было очень приятно то, что мы могли показать то, что мы сделали, то, что мы построили, то, что мы сделали, вот, каких результатов мы добились. И было очень приятно и достаточно интересно услышать не только слова благодарности, но в том числе и некие замечания, которые мы, в общем-то, ну, по разным причинам не видели. Это было очень приятно. То есть был очень интересный диалог, который состоял не только там, так сказать, в комплиментах, но и в том числе были некие пожелания, которые мы будем теперь использовать для реализации, значит, в дальнейшем тех программ, которые, в общем-то, перед нами стоят. Хотелось бы особенно отметить это присутствие Владимира Петровича Ружицкого, потому что его было это первое такое публичное, в общем-то, выступление у нас на предприятии в присутствии, значит, Союза промышленных предпринимателей городского округа Люберцы, после его переизбрания на пост главы городского округа Люберцы, где он рассказал о своих планах, и прежде всего это касается вопроса экономической программы. И для нас, как для руководителей небольших предприятий, средних предприятий, крупных предприятий, это очень важно, потому что мы должны понимать, какова будет политика руководства округа на ближайшее время. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить руководство Союза промышленных предпринимателей Люберецкого округа и Владимира Петровича Ружицкого за то время, которое они, значит, посетили на нашем предприятии. Спасибо большое. Ещё есть один вопрос. Спрашивают, можно ли задать вопрос итальянскому руководителю. После окончания контракта в Россию он примет российское гражданство или уедет с русской женой жить в Италию? Спасибо. Сложный вопрос. Я не против никакой опции, но пока не могу сказать, что будет вперёд в жизни. Будем предпринимать общее семейное решение. 3 июня проходил День открытых дверей. Скажите, вот это традиционное мероприятие на вашем предприятии и какой смысл оно несёт, это мероприятие в себе? Ну, в данном случае, 3 июня в 2017 году был День открытых дверей, который традиционно проводит. Вот, значит, это Московский вертолётный завод совместно с акционерным обществом КАМОВ, и мы участвовали там. На мой взгляд, это очень важное событие не только для нас, для предприятий, которые находятся на Либеретской земле, но и для жителей Либеретского района и, прежде всего, ближайших домов, которые находятся рядом с нашими предприятиями. Потому что, во-первых, это позволяет людям реально увидеть тех людей, которые делают технику, которые, извините, ежедневно летают над головой у жителей Либеретс. Вот, пообщаться с ними. Вот, потому что это такие же люди, как и все остальные, но только у них вот есть такая работа, они делают вертолёты. Поэтому это очень важно. А также очень важное значение, я считаю, это имеет для молодого поколения. Потому что сегодня, к сожалению, основные направления нашей деятельности, это связано с производством, извините, основные сферы нашей деятельности – это производство, экономия, юриспруденция. Так вот, молодые люди, которые приходят на такие мероприятия, они могут, увидев своими глазами то, что делается на этих предприятиях, изменить свои, может быть, свои планы и стать не только юристами, экономистами и финансистами, но и инженерами. Инженерами в области авиастроения. Это очень важно. Конечно, на день открытых дверей, я считаю, что это как раз-таки вот у нас был вопрос, где посмотреть экспозицию. Могут прийти люди и просто посмотреть, потрогать, пощупать, войти вовнутрь вертолёта. И детям очень тоже интересно. Ну что ж, наша программа подошла к завершению. И я предлагаю вам, начиная с Александра Алексеевича, обратиться к нашим телезрителям с пожеланиями, напутствиями. Ну, уважаемые телезрители, жители городского округа Люберца, во-первых, большое спасибо вам, что вы нашли время и посмотрели эту программу. Хотелось бы извиниться за те, может быть, шумовые неудобства, которые мы иногда доставляем близлежащим домам, которые находятся рядом с нашим предприятием. Ну и, конечно же, пожелать вам благополучия, будьте здоровы и берегите себя. Спасибо вам. Спасибо, Александр Алексеевич. Антонио, ваши слова. Да, я тоже благодарю наших зрителей. Спасибо городу Люберцы, что нас принимает так тепло. Для нас это город, тоже работает город Люберцы, который это, как можно сказать, столица вертолетового строения в Российской Федерации. Спасибо. Очень хорошие слова. Спасибо вам большое, Антонио. Ну что ж, я напоминаю нашим телезрителям, что это была программа «Открытый диалог». Мы с вами прощаемся. У нас в гостях был генеральный директор акционерного общества «Хеливерта» Александр Алексеевич Кузнецов и заместитель генерального директора Антонио Деджинару. До свидания.